Здорово, бракцы! Здорово, бракцы! Покатили! Там наверно въезд, да? Слева. Время уже 20 минут первого. Кошмар! Долго все это занимает, но это все так интересно. Я столько техники всякой разной, особенно легковых, каких там только не было, и бьюики, и вообще все. Перепроложить. Мы здесь прощаемся. Хотел воды тут набрать, тут вода полуевро 10 литров стоит. Ну, спасибо! Не надо, я бесплатно наберу денег. Сейчас на бедерке на любую заправку заеду. Дело не в пол евро, дело в принципе. Мистер Х, если у вас план, какой есть у меня план? План у нас есть. План у нас есть. До места у нас 624 км. Еще пока не решали, поедем мы до места, либо мы где-то не доезжая станем. Еще сейчас в течение дня будем этот вопрос через 50 метров обсуждать. Есть там где стоять возле этой фирмы? Нету. Ну, Франция тоже вещь такая, а бы где не станешь. Можешь не то что, ну груз, ладно, там воровать еще и без солярки остаться. И самолу украдут и не заметят. Через 50 метров были вне тяги, наверное. Ну, туда я поехал. Вонхай, сюда же. Что-то я. А-а-а-а. А-а-а-а. 20 сантиметров. Что-то немножко слегка тупану. Стадион красивый. Вот. Поэтому, если во Франции, особенно возле Леона, если во Франции где-то становиться, то надо становиться на какую-то платную стоянку, подхать с какими-то камерами где-то там в стороне. Не знаю, где становиться. Ну, просто на автобане во Франции ночевать, это... Оно-то можно, но... Не хотелось бы. Тем более выходные стоять. Два дня. Субботу, воскресенье. Короче, этот вопрос еще будет обсуждаться. Все в процессе обсуждения сегодня. Где мы будем ночевать, где мы будем стоять и что мы будем делать. Сейчас пока перейдем в более насущный. Через 132 километра у нас граница. Будем заходить через Баден... Баден... Ну, возле Баден-Бадена на Страсбург. Пойдем потом по Франции туда, в сторону Мельхоуза, на юг. Там бесплатный автобан французский. Зачем ехать по немецкому платить? Когда можно... Рейн переехать и... По соседнему автобану ехать бесплатно. Вот. И там встанем на границе. У шефа моего оказывается... В Страсбурге... Родственники живут. А у нас же, как всегда, до сих пор проблема с интернетом. Сейчас вот нахожусь в роуминге. На поисках. Для общения, для всех этих... СМС там... Ватсап, Вайбер, Телеграм. Этого достаточно. Но... Для ютубовских дел. Если пользоваться им в роуминге здесь, то ты просто разоришься. Есть желание купить французскую симку. Миша, когда в Испанию ездил, купил испанскую. Но там что-то неправильно его зарегистрировали. Там вообще в испанский. Там в роуминге. По всему Евросоюзу. Ютуб бесплатный был. Вообще охонь. Водофон испанский. Но мы так и не смогли ее подключить. Потому что что-то там неправильно ему внесли. И в этой... В личном кабинете никак не получалось зарегистрироваться. Вот. Сейчас хочу купить французскую. Фримобайл называется. Ценник 20 евро в месяц. 100 гигов там во Франции. По-моему 25 гигов. В роуминге. Ну то есть вот. Польская. А Польша у меня интернет. Я не знаю как ты продавал его. Так никто не покупает. Польская есть. А вот в остальных для ЕС. Ну хоть одно-два видео можно будет залить. Потом уже начинают ругаться. Почему отставать начинаешь? А где его? Чтобы залить его одно там 30-40 минутное надо. В районе 10 гигабайтов. Чтобы 10 гигабайтов получить на поиске карты в роуминге. Надо положить 100 злотых. В роуминге. Чтобы получить. Чтобы положить. Да. 100 злотых где-то. 100 злотых это 25 евро. 25 евро. Если даже на Россию перевести. 2000. В день. Чтобы одно видео залить. Я столько не зарабатываю пока еще. Может быть когда-нибудь. Но пока нет. Поэтому приходится выкручиваться и извращаться. Где-то Wi-Fi воровать. Где-то что-то. Ну здесь вот тоже вот на этом автохофе. Wi-Fi пожалуйста. Да. Есть в ресторане. В 3 часа бесплатно. А потом 15 евро. Будете любить на целяции. И на сутки. Или сколько там. Я уже даже не смотрел. Не читал. Можете пользоваться. В 3 часа пожалуйста. Wi-Fi. Пользуйтесь сколько хотите. Вот. Так что если получится. Ну там сказали. Приедут. Заберут меня. Мы на легковой съездим. Зарегистрируемся. Купим. Это мы без проблем. Тем более. А не Ферштейн по-французски. Я. Никс Ферштейн. И будет проще. Вот. Поэтому сейчас план такой. Сейчас катер. Сейчас через 15 километров. Да. По-моему. Да. Через 15 километров. Мы уже доходим до пятерки автобана. И налево. На базаль. И погнали. Смотрите какой штал на ремонте. Это господа нетерпеливые. Которые нарушают. Здесь 100% грузовикам обгон запрещен. Но есть кто едет. На удачу так сказать. Ого. Колейка здесь какая. Ай-яй-яй. Ага. Терпение. Братцы. Терпение. Коллеги. Что можно сказать? Только вам терпение. обалдеть ну дочь ландой шланг как это дочь ланд без пробок это ночью и то вряд ли с ума снять и смотри что творится да будем знать назад хоть ты не едь сюда на шестерку с пятер если будем отсюда ухай выходить надо будет лучше тогда по пятерке подниматься туда знамо и на идти туда на четверку вы посмотрите что здесь делается у ее можно только посочувствовать только спасать чувствовать и не факт сейчас мы на пятерку выйдем там тоже то что хочешь может быть сегодня пятница тем более все сегодня начнут разъезжаться по деревням подачам так вот базалька у карл строя нам сюда русские есть канале нет я пробки не стою вот сюда нам же на базаль вот у нас уже тоже ремонт сейчас возможны и мы станем посмотрим выйдем на пятерочку глянем нет вроде пока бежим значит побежали хотя боюсь что бежим но недолго и остановимся вон тоже впереди проекте 100 километров на кошмар это 6 километров на шестерке было и вот уже километров пять я по пятерке еду и встречка все стоит просто наглухо ой 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 этот момент надо будет учитывать когда будем сюда ехать хотя я не знаю но там можно по франции выйти там еще подпущен вдоль и сейчас вдоль там тоже есть дорога вот уже и еще раньше во францию заходишь ну правда через зимкин там что-то как-то так 9 дорога я точно помню по ней тоже ездил в этом какие-то ограничения там ночью по ней вроде бы нельзя дню нет не может ночью нельзя там по каким-то времени ну не помню точно но сам факт что вот она правее идет нет броу она дальше дальше там где карл сруя начнется там по-моему надо сориентироваться сейчас пока факт в том что вот это вот безобразие надо учитывать когда будем оттуда ехать здесь потеря времени колоссальнейшая смотрите какое штал какое гигантское штал конца и края и будет вот если еще напить на шестерку пацанам уходить то я не знаю тут все время положишь свое рабочие а фигеть просто на фигеть можно и позавтракать и пообедать и подремать даже катастрофа нет как ну вот наверное вот конец наверно нет ну вернее пробки то начало что у начала с нашей стороны до километров 8 на пятерке если на шестерку еще там километров 5-6 6 или не или дальше тоже стоит что-нибудь тоже или едутся и вот они втыкаются вот аварийки включают беда блин что-то я заговорился и заправку пролетел может еще одного заехать водички дополнить запасы как бы у меня-то еще хватает но я люблю когда у меня выходные впереди возможно жаркие выходные не будем мы его обходить или давайте обойдем правильно конечно еще 50 минут осталось конечно лучше ищет у сейчас германии может упереться во все что угодно в любой момент не угадаешь вот четыре километра остается уже нам до съезда с пятерки сейчас заскочим все-таки на эту заправочку попробуем водички долиться так быть с уверенным я думаю во франции тоже можно набрать ну мало ли более время есть сказали еще там родственники еще не приехали литров 15 надо воды сейчас прямо даже под колонку станет не бегать сильно никуда готовьтесь съехать с автомагистрали через три километра уже прямо даже здесь где нибудь она и будет краники какие-то есть но я не вижу пойду пробегусь посмотрю назад сдать как будто я под колонкой на следующем повороте на короче вода внутри чтобы зайти внутрь в туалете надо заплатить 70 евро центов как вы понимаете это не наш вариант будем искать как говорил семён семёнович горбунков один сигнал gps вот здесь сервайс может быть где нибудь еще где нибудь и есть электрозаправка видите там у них электрозаправки уже электромобили заправлять ладно не критично на следующем повороте поверните налево на следующем повороте поверните на лево поверните на право куда поворачивать прямо поехали вот это мы уже будем сходить на страсбург спасибо дашка хочет чтобы мы здесь поехали не дашунчик поедем по бесплатному автобану по французскому пошли поездите францию покажу вот 28 страсбург митте я как-то один раз заезжал у меня в страсбурге была растаможка по моему нет страсбурге не было выгрузка не было именно только растаможка была так по страсбургу тоже там покатался один раз вот здесь я была через эту границу переезжал которая сейчас будет у нас проедете 11 километров изменение машины 11 километров и Парле Франция начнется но сначала засимкой готовность к полному праву по воду через один километр что-то тут по прямой дорогу перекрыли когда приходится немножко вокруг ехать это разворачивает я не знаю что ей не нравится через страсбург ехать кричит разворачивайся и все нам до места встречи остался один 1,3 километра в приграничный город потом рейн и страны и страны франция на следующем повороте лавра едите направо ведь за час выключу будешь разворачиваться готовьтесь через 800 метров повернуть налево на дороге у нас движение через 680 метров едите на дорогу на движение сколько этих домиков на колесах у нас прямо вот здесь где-то а ну вот автохов наверно нет через 300 метров едите на дорогу с которым движение а затем все едите используя четвертой съездке Кёхл или Кёхель как тут правильно едите на дорогу с трех кругом движения а затем все едите через 4-ой съездке ну мне вот сюда, вон машины стоят а вот здесь у нас сюда должны за мной приехать используйте третий съезд затем на следующем повороте там в Страсбурге видно негде стоять в принципе сразу вот того вон он уже видит в Страсбурге в Страсбурге через 330 метров поверните налево и билет 28 вы приходите к конечной изменить машину через 90 метров через 230 метров поверните направо ГАИ 5373 затем едьте на дорогу с трех кругом движения а затем все едите используйте третий съезд по кругу объездим что тут резина не рвать а здесь нету а нет есть надо было резко крутить зачем сейчас вместо тавала а затем съедите используйте трон съезд ну а потом туда выедем на этом кольце развернемся и все или как тут нам надо будет все подписываемся что мы приехали и ждем все друзья вот она моя симка которую купил фри фри мобайл сейчас платишь тридцать евро потом каждый месяц двадцать евро будет сниматься все спасибо рост родственнику шефа так вот французский дозвол немножко уже конечно поинтереснее чем остальные здесь что у нас пишешь откуда везешь куда везешь транзит заполняешь страна регистрации дата въезда что везешь вес эвак 1 спать и кон detonante в этой графе номер машины номер прицепа но масса чагача масса прицепа под нагрузкой пустая такой То есть без нагрузки. И потом вот с этого вычитаешь это, с этого вычитаешь это. Ну, не самый заковыристый. Немножко заковыристый, но не самый заковыристый. Самый заковыристый это Венгерский. У Мадзара все. По фэншую. Все. Я уже отстоял час 43. Пока в Страсбург съездили, туда-сюда. Короче, выруливаем. Поехали дальше. Я не пойму, как она меня отсюда выводит. Ну, сейчас вот сюда направо надо, по-моему. Изменение машины. Да, направо. Перепроложить. На следующем повороте поверните налево. Затем... А что на меня? На лево поворачивай. На дороге с круговым движением. На следующем повороте направо. А, она меня по-другому ведет, ладно. Ты понимаешь, что может еще какой-нибудь... А, продажите, а тут какой-то мост. А я под этот мост-то могу, может быть, и не пролезть. На них положу. Перепроложить. На меня то... А, это тоже меня выводит. Они не хотят меня на Францию везти. Не хотят меня во Францию заводить. Не знаю, почему. Ну, нам участно право. Я только что здесь ездил. Через 100 метров поверните налево. Они почему-то хотят, чтобы я дальше поехал по Германии. 50 метров поверните налево. Почему, не знаю. Я тут скачу здесь через Светсов. Днистров выполните газов. Все равно разворачиваю. Видите, какие они. Настырные причем обе. Поехали, я вам Страсбур покажу. Посмотрите, что это такое. Я тут был один раз. И вас заведу. Вот тут интересно. Да, вот мы находимся в одном городе. Вон мостик. Через рейн. И все. И тут же мы уже будем во Франции. Ничего нету сейчас на границах. Никаких кордонов. Никто температуру не меряет. Ничего. Даже контролеров никаких нет с французской стороны. Ну, в всяком случае, 20 минут назад не было. Сейчас посмотрим. Может уже появится. С немецкой-то тут стоят какие-то бусики. Ну, а не так тоже там. Один яблоко кушал. Второй носу ковырялся. Причем в прямом смысле этого слова. Через 100 метров выполните разворот. Да не, выполню я разворот, поедем во Францию. Выпробуйте разворот. Вот и все. Перепроможение машин. Через 200 метров продолжайте движение прямо. Вот он, рейн. Готовьтесь, через 550 метров держаться. О, пересчитала. Одна пересчитала. И вот она, Франция. Welcome. Во Францию, братцы. Немножко по Страсбургу придется прокатиться. Я думаю, ничего. Посмотрим на него. Было бы время, можно было здесь, конечно, и на экскурсию ломануться. Но какой экскурсии, когда уже 4 часа дня. А мне еще 500 километров. Через 100 метров держитесь, пройди сюда. Направо это нельзя, грузовика. А сюда можно. Пройди сюда. Выезжай уже, раз, как говорится, вылез. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...